Всем моим зрителям огромный привет, с вами я Юлия Крэйзилак, сегодня сам себе мастер, давно не было этой рубрики. На своих ногтях я тестировала базу новую от Крэйзилак, которая поступит в продажу через месяц. Она показала себя с очень хорошей стороны, ногти замечательно проносились, ногтям 3 недели. И в этом видео я также буду тестировать свой новый аппарат Стронг 211. Это мой новый агрегат, который я хотела вам показать, что еще для счастья нужно мастеру. Сейчас расскажу немножечко про сам аппарат. Это новая модель, она стоит в разы дороже, чем Стронг, допустим, 210, он стоит 16 тысяч рублей, и он мощнее, чем Стронг 210, у него 37 тысяч оборотов. Ручка тяжелее, чем на Стронге 210, когда вы вставляете фрезу, здесь нужно защелкивать ее 2 раза, а не как обычно на всех аппаратах 1 раз. Он действительно очень мощный, и качество маникюра от этого лучше, и скорость выполнения работы также. Если что, я покупала у нас в интернет-магазине Крызиный Лошок, но сейчас его нет в наличии. Переходим к процессу маникюра, я апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу, и дальше фрезой пламя с красным поясом начинаю вычищать птериги. Вычищала я красный фрезой недолго, взяла, переставила синее пламя, мне с ним быстрее и комфортнее сейчас работать. Это кмизовское пламя 0,23 диаметр. Все материалы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине Крызиный Лошок, ссылочка будет в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... На себе я буду выполнять аппаратные без режущих, поэтому перед срезом я обязательно выворачиваю юбочку, двигаясь на реверсе справа налево. И уже привычный для всех фрезой бочонок 50-й, красный пояс справа налево на форварде начинаю делать срез. И в чем плюс этой техники, то что этой фрезой вы сразу же можете зашлифовать кожу, это ускоряет процесс работы. Но не всегда нужно пользоваться именно красной насечкой, иногда нужно прибегать и к синей, но синий не всегда можно зашлифовать ту или иную кожу. Поэтому здесь нужно подбирать правильно фрезы под ручки клиента. И посмотрите, как круто зашлифована кожа, она вся блестит, сверкает, никакого масла здесь нету, это просто правильная техника шлифовки. И дальше я наношу подложку на свои ногти в виде каучуковой базы Crazy Lack. Подложка для наших новых камуфлирующих цветных баз, у которых средняя жесткость. Эти базы у нас вышли только-только в продажу, и с ними вышли еще светоотражающие, но светоотражающие размели просто за два дня. В инстаграме мне мастера помогли с выбором оттенка, и я выбрала два цвета. 13 и 9 оттенок камуфлирующих баз, на левой руке у меня будет под цвет Тиффани, а на другой руке сиреневая база. Эти базы просто великолепно выравниваются, вы сейчас можете это видеть, у них потрясающая консистенция, то, что я люблю, не дает лишнего объема, потому что это не очень густая база, она ближе к жидкой. И при этом, как вы видите, она никуда не стекает, пока я довожу что-то тоненькой кисточкой. Можно нанести эту базу в один слой и сделать более светлый цвет, либо же в два, как в моем случае. И дальше я буду выполнять дизайн. Я знаю, что, наверное, вам акварель уже надоела, но я хочу делать то, что нравится мне. Мне очень хотелось именно на этом цвете сделать какие-то весенние цветы. Но прежде чем делать акварель, я наношу матовый топ и просушиваю в лампе. Дальше я беру кисть, рублю вдвойкой колонок серии 10-10 и фиолетовую красочку белые ночи. Рисую опять же из плотной краски, рисую галочку, дальше промываю кисточку и растягиваю кисточкой смоченной в воде краску, создавая лепестки. Лепестки, естественно, я делаю не одинакового размера, иначе это будет смотреться, как будто мы рисуем какой-то детский рисунок. А делаю абсолютно разные листики. На одном листике одна часть выше, на другом часть ниже. За счет этого рисунок смотрится более сложным и более профессионально. Также на отдельных листиках я создаю дополнительные складки, как будто бы подул ветерок, и какие-то листики у нас загнулись. После я перекрываю акварелью, беру наш топ с черными точечками, и эти черные точечки локально наношу уже на дизайн. Просушиваю в лампе и перекрываю матовым топом. Получается очень красивый и нежный дизайн, настоящая весна на ногтях. И, кстати, на правой руке я даже смогла левой рукой нарисовать тоже акварельный дизайн, и по мне он получился даже интереснее, чем на левой руке. Пишите в комментариях ваше мнение, и какой цвет базы вам понравился больше. А я всем говорю, до скорых встреч, и пока-пока!